Привет, дорогой друг! И сегодня я хочу рассказать тебе о том, как чистить вот такие вот, так сказать, шкурки, наждачные бумаги и тому подобное. Оказывается, оказывается, их можно чистить. И самым простым, и самым применимым в этом способе абсолютно легко подходит любой кусок силикона. Вы можете взять абсолютно всё, что угодно, главное, чтобы это был силикон. К примеру, сейчас мы вернёмся. Я иногда токарный станок использую как зачистной. Вот таким вот образом стоит у меня самодельный диск. Очень удобно, между прочим. Итак, к примеру, у нас есть шкурка. Вот сейчас нужно дополнительно испачкать. Как вы видите, всё забилось пылью. И в дальнейшей работе как бы уже будет проблематично. Как я сказал, будем использовать обыкновенный кусок герметика из просто тубуса. Был старый засохший кусок герметика в тубусе. Я его вытащил, и он, оказывается, работает. И работает он не только на таких поверхностях, но абсолютно на разных. Тест! У нас чистейшая наждачка получается. Да, естественно, со временем сам камень стачивается, но забивающиеся щели, все эти, мы вычищаем с помощью просто этого куска герметика. И самое простое, что как это работает, он просто начинает, грубо говоря, затягивать сам себя в наждачку и вынимает таким образом весь мусор. Самое прикольное, что можно даже статичную наждачку таким образом чистить. Её сейчас нужно как-то зажать. Наждачка стала чище. Эпс, блин, это очень прикольный и действенный способ, самое главное, за копейки. Кстати, в магазинах продаются специальные такие карандаши. Они тоже сделаны из силикона в виде карандаша для очистки гриндера и тому подобных зачистных вещей. Так что, я думаю, что эта тема как раз заслуживает лайка. Напишите в ваш комментарий, как вы чистите ваши ленты. И спасибо большое! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Опять же, комментируйте. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok